всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритьё 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 вот такой какой-то необычный антураж но причина там проста я уже объяснил предыдущем видео дома отключили свет вынужден был пойти на комплекс но здесь ничего не оборудовано поэтому я поставил камеру на стойку здесь какие-то тазики баночки скляночки вот тут вот 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 с такой водой вот это там полоскалка вот здесь вот у меня полотенца будет пара станков я уже приготовил травмированная чаша с трещиной вот ведь во время транспортировки у свету конечно не отрегулировал так что вот как-то так как-то так но тем не менее сегодня у нас будет обзор с даже не сравнение я не думаю что эти станки можно сравнивать просто у нас сегодня будет спарринг вы на крупный план смотрите все туда как плюс там еще паре ребят помогу они вопросы задавали но я начинаю подготовку догонять вот как обзор будет сегодня по существу сегодняшнем обзоре будут принимать только те предметы которые на которых хотелось бы сделать акцент это конечно же в первую очередь модель t ну и скорее всего побрею сегодня еще и прогрессом давненько его уже на обзоре не было вот пускай они вдвоем сегодня и поупражняется несмотря на то что у них разные системы регулировки но тем не менее он в той ценовой нише которую в принципе я вангую и для этого станка за одним ребята посмотрят как они отличаются друг от друга так вот в этом обзоре плюс ко всему я еще могу помочь веселому пессимисту он недавно приобрел станок эрби и говорит что у него там ржавчина появилась веселый пессимист я к сожалению не могу тебя под вернее к счастью не могу тебя поддержать в этом случае потому что у меня все нормально все хорошо очень конечно грустно что у тебя это произошло но вот станочек который вот с опасной бритвой рф уже когда пришел он в нормальном хорошем состоянии но то что у тебя ржа там появилась но это конечно грустно грустно ну вот как видишь он в хорошем сохранном состоянии ну а по поводу еще одного вопроса который задал степан бризи мы сейчас и поговорим вот этих ребят мы сейчас наверное отсюда уберем дело даже не в том что это другая ценовая это и другая система в том числе ну скажем так совокупность всех фактов и другая ценовая и другая система этого товарища но этого товарища я тоже хотел бы убрать по причине простой несмотря на то что с моей точки зрения у технически более грамотно сделан потому что здесь видите вот есть вот это вот посередине прокладка которая нивелирует вот это вот вот это недоразумение которое модели ты существует к сожалению роквелл этим пренебрег казалось бы напрасно потому что но элемент работает он реально работает и при закрытии шторок он берет на себя основные вот эти вот движения и видите как вот когда закрывает шторки тоже играют вот смотрите но за счет того что посередине там есть пластина вот она все закрепилась шторки сыграли вот это средняя пластина берет на себя весь удар вот они снова нормальные видите об закрываю они пошли на просадку хоба и сыграли и все а пластина то здесь стоит и все нормально и все хорошо и никаких претензий здесь же несколько другая картина здесь ну понятно что хорошо хотели но не получилось вот вот он нормально закрылся начинаем мы его затягивать ставить на место хлоп сыграла а пластины то нет и под появляется вот это вот щель ну и вот с этом конечно будет грусть печаль тоска так вот по поводу степана бризи он спрашивает вадим викторович а чего вы каждый раз когда меняете агрессивность открываете крышку степан причина простая вот смотри когда мы меняем регулировку вот эти штырьки они ходят вверх вниз очень хорошо это видно на открытом станке он видишь вот она ходит так вот смотри если мы сейчас поставим на шестерку вот это мы штырьки максимально выдвинули туда это даже видно по ходу ход уменьшился видишь а после этого закрываем шторки и получается что после полного закрытия вот все до конца закрутил верхняя грань этих штырьков которые там внутри она соприкасается с этой шторкой и сейчас если мы будем опускать минусовую сторону то да они идут нормально но когда мы затягиваем здесь винт мы делаем это в натяг и шторки здесь стоят в натяг если ты сейчас попытаешься обратно на шестерку выходить у тебя с той легкостью как ты это делал раньше уже не получится ты явственно почувствуешь туго это значит эти штырьки уперлись крышку если ты через силу начнешь крутить ну просто рано или поздно ты сломаешь свое изделие вот и все для того чтобы нормально регулировать именно для этого и открываются шторки ты их открыл выставил на необходимую для тебя агрессивность в этот раз пускай допустим будет это 4 вот и только после этого закрывая шторки фиксация происходит крышки прижимает лезвие к штырькам лезвие фиксируется необходимом положении все ты можешь бриться если после этого тебе нужно перейти на шестерку ты обратно открываешь шторки переставляешь на шестерку и обратно закрываешь шторки и это будет правильно очень жаль что уроком сделали такую инструкцию но в принципе наверное они посчитали что со времен жилета еще все об этом знают и как бы излишне напоминать хотя наверно все таки стоило бы сделать инструкцию потому что со времен жилета много воды утекло а этот оппозиционируется как новое изделие поэтому те люди которые сейчас это покупают очень даже может быть что они с такими моделями жилета даже знакомы не были поэтому инструкция все же необходимо итак давайте наверно все-таки поставим лезвие да ребята по вашему настоянию astra зеленая была абсолютный лидер в ваших комментариях поэтому несмотря на то что я хотел брать жилетовское лезвие я все-таки взял зеленую астру и вот сейчас мы ее и поставим есть люди которые писали что у них лезвие плохо оставляется слава богу этот станок не из этого числа здесь все нормально все хорошо и также люди еще писали что разные вылет лезвие с разных сторон так что у меня шестерка нормально но здесь вылет нормальный если вы думаете что это не так то это игра света то есть нормально вылетает вот так на шестерочке мы его и оставим но по спарринг-партнером у нас сейчас наверно поработает mercur прогресс почему так но это шибко популярный станок во первых во вторых хотелось бы их сравнить просто в бритье потому что несмотря на то что у них разная система регулировки это очень популярный станок в принципе сравнивать с моделью т ставить популярную но это наверно было бы самое правильное этот станок мне очень нравился всегда и продолжает нравится несмотря на то что есть ребята которые говорят что все-таки хромает качество не всегда ровно выставляется лезвие но в моем станке все нормально все хорошо те же у кого лезвие неправильно выставляется я уже показывал как лечить можно суда термоусадочную трубочку посадить нагреть и все будет нормально хорошо ну а теперь сразу на 2 так а здесь наверное давайте знаете что поставим здесь у нас все что минималка на зеленые астры зеленые астры я наверное поставил бы четверочку почему здесь шестерка здесь четверка зеленые астры максимально комфортная для меня будет максимально агрессивная все-таки четверка если пойду дальше будет уже повышенная агрессия лезвие начинает вибрировать мне это уже не камильфо мне это уже не в кайф а на четверки ребята ну при всем моем негативном отношении к тем недостаткам которые роквелл начудили в этом станке бреет он чудесно просто великолепно поэтому сейчас здесь максималка и здесь максималка для меня давайте на вылет посмотрим да вроде все нормально дабы избежать всяких недоразумений я повторюсь с мылом возьму лайм от капитан choice очень мне понравилось очень кайфово очень классно и в принципе я думаю что это будет справедливо сейчас на одном или сразу два станка и прогоним но по мазком не удержался ребята не удержался от соблазна взять еще раз вот этого яки но такой засранец прям кайфовый такой он прям ух душевный какой-то получился не знаю из-за чего то ли из-за того что ну узел тогда узлы такие раньше были но тут скорее всего вот эта комбинация с ручкой как-то сыграла не смотря вот на все вот это вот мультяшность детскость ну блин ручка вот по размерам и по фактуре вот по габаритам и этот узел это знаете как прям попадание в десятку вот для меня лично поэтому вот сегодня этот помазок пройдет лосьон в этот эксперименталочка так что пошли бриться теплый компресс это хорошо всегда так мы его сейчас отправим пускай он там дальше теплоту свою хранит запускаем полюбившегося мне гардемарина полюбившегося своей простотой и непритязательностью он он странный помазок вообще потому что внешне он выглядит ну сами понимаете когда ну дитя дитем а вот в работе в работе это взрослый парень сформировавшийся муж который понимает что делает и с которым реально работать по кайфу сейчас прям в баночке здесь наберем все что нам нужно ну учитывая полевые условия наверно сильно то вы еживаться не буду то есть так вот банка рядом если что всегда доберу и в путь зеркало в камеру запах конечно чума прям прям нажористый прям хороший такой ну чё то это какая-то маленькая а вот так сразу все видно там окошечко маленькая в камеры нифига не видно вообще конечно есть мысль всю бритвенную студию перетащить сюда из этого кабинета потому что пар уже не востребован он уже не нужен он уже в прошлом переделать его бритвенную студию но здесь надо вкладывать во-первых звукоизоляция и сверху и снизу на улице и дрифт и дорога неподалеку то есть надо все это убирать внизу работающие агрегаты компрессора и бла-бла-бла все такое ну и если поставить допустим такое зеркало с лампами с освещением что все нормально ну короче вот что-то такое в голове крутится и и хочется и колется хочется потому что можно было бы сюда все бритвенное стащить и сделать соответствующий антураж ну уже и как знаете как по взрослому типу там вот смотрите вот там сзади вот все это стоит да как у взрослых блогеров ну а колется ну это деньги а денег сейчас пока нет потому что все деньги уходят сами знаете куда ну поехали зеленая астра модель t на шестой позиции так ну интересно кстати в плане энергоемкости по сбору пены вот смотрите куда полез то господи там же другой станок вот смотрите всю сторону прошел да насколько еще держится ну то есть он такой приемистый промывается ну я думаю будет нормально промываться первый раз я не посмотрел скорее всего вот под струей если то будет промываться хорошо потому что сейчас вот смотрите видите вот сколько я колтыхал там вот пена застревает да нормально промывается нормально ну а все влага на пальцы попала засада пошла так я сейчас салфеточку так раз ну вот когда сухие руки все нормально ну и ну и меркурушка залингенчик прогресс так здесь уже ушел все так здесь уже ушел все так здесь уже ушел все отличие есть отличие есть Оставлять на шестой, сбить в меньшую сторону. Щетину уже первую снесли. Ну давайте, наверное, и том, и том, и том, на том, и на том сделаем понижение. На этом уйду на четвертую позицию. А, кстати, ребят, видите, крутится, да? То есть в левую сторону непривычную для нас. На четверку поставлю. Причина проста. Люди не заморачивались с резьбой. То есть там внутри все резьбы правы. Поэтому регулировочное кольцо работает в левую сторону. То есть не по-христиански. В тайге специально сделали там внутри двух местах резьбы левые. Ну то есть не как обычно. Поэтому вся регулировка идет по... Вот этим, собственно, объясняется, что и на рексе, и на гипсе, на всех регулировка не как мы привыкли слева направо, а справа налево. Вот только этим больше ничем. запах у мыла не только чумовой, но и сопровождает на всем протяжении бритья. Просто шикарно, мне нравится очень. Так, мыло уже можно убирать, оно уже, скорее всего, не понадобится. А, так, здесь же четверки, наверное, спрыгнем на тройку. На тройке, скорее всего, и завершим. Я, наверное, не случайно взял прогресс в сравнении с моделью Т. Причина проста. Слишком долгое время я сидел на Mercury Progress Long. Да, ребята, именно вот на этом станке. И знаете, как часто бывает молодостью? Максимализм. Так, я на полном серьезе рассказывал всем, что Rapira Platinum – самые лучшие для меня лезвия. Люди помоложе не понимали. Как так? Ибанул тогда. Люди постарше мудро молчали, улыбались. Понимали, что скоро это пройдет, и я начну видеть другие лезвия. Так оно, собственно, и оказалось. Ну, и вот то же самое было с прогрессом. Очень долго я сидел на нем, и очень долго он для меня был свет в оконце. То есть, вот он единственный. Все остальные, которые, ну, как-то они были не то. Был и Паркер Вариант, были и Вижен, и все остальные, ну, они как-то не то. Маленько не то это, маленько не то то. В прогрессе Лонге для меня всегда было, знаете, как золотая середина. Единственное, о чем мне в нем всегда не нравилось, это при выходе на максимально агрессивные позиции, лезвие начинало вибрировать. Вибрировать так, что мне просто становилось, ну, просто некомфортно. Поэтому каждый раз, когда я брился этим станком, абсолютное максимум, куда я поднимался, ну, это было 4,4+. Все. Этих позиций мне более чем хватало, чтобы великолепно выбриться. Ну, вот, наверное, поэтому в том числе я сегодня взял этот станок, чтобы как модель Т потягается, не потягается. Ну, вот сейчас вот и посмотрим. Ну, несмотря на все неудобства, которые сейчас здесь получаются, черный фон обкатаем. Как он вообще? Чего-ничего? Ну, конечно, если сделать студию, здесь надо будет и водопровод вести, и раковину ставить, и зеркало нормальное, и камеру, скорее всего, придется ставить не одну, а может быть, две, три. Тем более, что их ставить, они есть. Вон там у ребят страшу, есть камера. Свет. Тоже немаловажная штука. Надо будет хорошо поставить и выверить. Опять же, если сделать студию, то такую, чтобы сразу и бритье, и крупный план снимать. От крупного плана в любом случае не буду отказываться, парни. На самом деле, вы правы, потому что крупный план, как у нас с вами, его практически-то на каналах нет нифига. Почему, я не знаю. Так, коротенько, там, 15-20 минут, там, 25 есть, даже больше. Но крупного плана такого, чтобы вы могли все потрогать, пощупать, рассмотреть, покрутить, повертеть. Ну, нет такого. Не хочу от него отказываться. Он будет. Будет. И да, если будет студия... Не, ну, что значит, если она будет. Я уже сценарий в голове обкатываю, когда она будет. Так вот, когда она будет студия, хотелось бы, чтобы здесь, помимо нормального цвета, нормального изображения, был еще и хороший звук. Поэтому вот, скорее всего, долой петлички, а поставлю, наверное, свой любимый, который уже давно-давно собираюсь взять, и все, никак руки не доходят, несмотря на вашу помощь. Это Раде. Вот Раде поставлю, и вот тогда, вот, наверное, так, ух, прям. Ну, в принципе, да. Повторяю. Если на первом-втором проходе, несмотря на всю массивность головы, ну, хода бедно, там можно было нормально выбрить, все такое прочее. Вот на третьем, против роста, здесь получается, ты хоть как, изгаляйся. Тебе вот РК до того места, где тебе хотелось бы, тяжело довести, потому что все-таки гарда упирается, и вот, и не дает. Ну, ладно. Вот, как бы все. А по поводу студии, чего я вообще и загорелся. Ребят, увидел ролик OneRotherBlade, там дяденька, который на этого крокодила Данди, Данди похожа. Блин, впечатлил. Реально впечатлил. Несмотря на то, что станок сам по себе как-то мне так, знаете, ну, вообще есть он кому-нибудь? Нет, скажите хоть что, ничего, потому что я положительных отзывов практически не слышал, одни отрицательные. Может, кому все-таки понравился. Но качество видео меня, ребята, свалило с ног, поразило. Ну, во-первых, каналу надо развиваться, что-то делать, да? А во-вторых, ну, надо не только увеличивать, но и улучшать контент. Мы с вами не сегодня-завтра уже 35 тысяч разменяем. Ну, надо, надо расти, согласитесь. Понимаете, для чего звукоизоляция, да? Чтоб вот этих вот пердонов там не слышно было. Ну, вот еще одно различие. Здесь нормально, спокойно дойдете. Все, ребят, вот в этом унылом тазике я сейчас станки промывать не буду, потому что, как оказалось, здесь промывается плохо не только модель Т, но и Меркур Прогресс. То есть, или большой объем, или наличие струи здесь все-таки, конечно, приветствовалось бы. Поэтому я сейчас просто вот это вот сейчас все удалю. Ну, и автошейф, и заключительное слово. Повыделался маленько, типа а-ля в Барбаршап. Блин, ребята, научили вы меня бриться на свою голову? Теперь не поорать на мою голову. Теперь не поорать ничего. Ни с одной, ни с другой стороны. На уходовых, конечно, три вагона, даже не вагон, три вагона и маленькая тюлежка. Ну, при прочих равных, модель Т побрел лучше. Это не в том смысле, что леща бросить. На самом деле, побрел лучше. Но с Меркуром Прогрессом мне было комфортнее. В том смысле, что носогубное удобнее было работать, несмотря на то, что у них у обоих башка массивная. Сами понимаете, да? Ну, он побрел, наверное, может, процентов на 10-15 получше. Вот так вот. Эффективней, скажу так. Если взять человека, который ни разу не брал регулированных станков, и вот он впервые взял и захочет, допустим, побриться, я думаю, что с моделью Т он нашел бы больше. Ну, в смысле, потратил бы меньше времени, чтобы найти общий язык. Вот так, я думаю. Ну, тут очевидная разность в цене, поэтому тут, как бы, тоже надо думать, стоит ли она, того не стоит. Ну, а вот сейчас вот от каши подсох, и разница нивелировалась. Уже и с той, и с той стороны более-менее нормально. Вот, скажем так, бритье у модели Т перевес, да, есть, но он не настолько велик, он достаточно минимален. Но не сказать об этом я не могу. По размерам они примерно сопоставимы, наверное, это еще одна причина. Почему я решил их сегодня поставить в спарринг. Кто из них победил? Да, дружба победила, ребят. Они, несмотря на то, что вот я до сих пор убежден, что модель Т должна плавать в этом классе, если бы она была в этом классе, тогда да, я бы сказал, что победил модель Т. Ну, а так у него 150 бачей, так что тут какая-то победа. Но здесь, несмотря на то, что на прогрессе, видите, ни насечки, ничего, только вертикальные желобки, у меня даже мысли никогда не было, что ручка будет скользить, в принципе. Здесь же все-таки нужно держать руки сухими, и только в этом случае станок держится нормально. Балансировки, балансировки, здесь несколько картина более благополучно обстоит, нежели с моделью Т. По эксплуатации, по переставлению, ну, несмотря на то, что здесь шторки открываются, здесь просто крутишь, ну, не так уж много времени занимает это открывание шторок. Да, я думаю, примерно одно и то же. Примерно одно и то же. А вот что по функционалу, я думаю, что модель Т по функционалу, тут трудно сказать, понимаете, дело в том, что если выгонять на максимальные позиции, то, сами понимаете, прогресс можно гнать и гнать, гнать и гнать, здесь ограничения нет, и крути, и крути, и крути, пока он тебе там не выйдет, там вот, но запредельный, то есть там дофига, там уже только от гара, от крышки бриться. Но при всем при том, здесь уже падает фиксация лезвия, оно начинает дребезжать, как фанера над Парижем, и становится достаточно некомфортно. Здесь же обратная картина. Здесь ты не смотришь, не сможешь выгонять агрессивно до бесконечности. Здесь есть крайняя цифра, 6. Вот ты поставил, и все. То есть в качестве, здесь агрессивность можно поставить больше, чем здесь, но здесь она комфортнее. А здесь, как вот для меня лично, за 4,5 выходишь, все, лезвие начинает дребезжать. Здесь же до самого конца лезвие стоит стабильно, нормально, хорошо, уверенно. То есть тут, как бы, знаете, тут плюс, тут минус, тут плюс, тут минус. То есть вот тут есть и то, и то. Какой из них лучше? Я бы не стал на эту тему вообще разговаривать. Я думаю, что это все-таки вкус предпочтений. Ну и во вторую очередь, в первую очередь, конечно, ценник. То есть этот в два раза дороже, этот в два раза дешевле. Вот и все. Ну а так, в бритье, в бритье они оба гусары. Здесь чего-то такого, знаете, нет, нет. Если бы, ну, такая бы не цена. На этом, ребята, разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Знаю, помню про тайгу. Сегодня получаем первые, вот в понедельник, первые сорок штук. Во вторник, среду обещали оставшиеся шестьдесят. Завтра они с производства попадают, с того производства к нам на это производство. Здесь мы их будем отмывать. И первые люди, которые вот забронировали, этот, там, тридцать с лишним человек, вот они первые и получат. Это без магазина, без этого, без всего. Просто вот сейчас вот эти наборы будут скомпонованы, отправим их Сергею. Сергей каждому отправит оповещение. Там ребята оплатят, просто их получат, заберут, да и все. А остальным нужно будет немножечко подождать, пока все это уже до конца придет. И мы тогда уже спокойно выставим в магазин. Потому что сейчас непонятно, что выставлять. Если этим ребятам мы без магазина можем выставить, то магазин это сайт. Там нужно понимать, что ты, как ты, по позициям, по количеству, по всем этим фиговинам. Нужно выставить, только после этого откроется продажа. Вот и все, вот и вся разница. Так что сам мандражирую. Новый год не за горами, а у нас, видите, что. Но понять, простить. Все. В наступающем берегите себя. И от всех души надеюсь, что уже в следующем бритье я вам смогу вот так вот, прям вот так вот так показать тайгу в красе и во всех ее подробностях. Так что надолго не прощаюсь. Я думаю, сейчас будет чаще бритье, потому что до Нового года осталось мало времени. А мне кроме тайги вам еще нужно Байкал показать. А возможно еще что-то. Поэтому надолго не прощаюсь. Все. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok